Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю обсудить препарат Престариум. Это известный, очень известный антигипертензивный препарат из группы ингибиторов АПФ. Его действующее вещество периндоприл. В отношении этого лекарства сложились достаточно противоречивые мнения коллег. Давайте посмотрим, что говорят врачи. Давайте посмотрим отзывы врачей. Итак, доктор терапевтической специальности, ну, просто буквально в восторге от этого лекарства, отмечает, что это продукт высокого качества, минимум побочных эффектов в абсолютном большинстве случаев, хорошо переносится пациентами. Часто рекомендую в своей терапевтической практике в связи с прогнозируемым эффектом. Имеется очень большая доказательная база применения Престариума по всему миру. Хорошо сочетается с препаратами из других групп. И также хорошее наличие в аптеках и доступная цена. Однако вот с ним не согласен другой доктор, в частности кардиолог, который отмечает, что никогда не понимал восторгов коллег от этого самого слабого в своей группе и при этом самого дорогого ингибитора АПФ. Ниша применения данного препарата Престариума. Мягкая, ну, разумеется, в кавычках, мягкая гипертония. Но при этом, в этом случае, также хорошо работают и другие ингибиторы АПФ, которые стоят в несколько раз меньше. Популярность данного препарата, вероятно, вот доктор считает, связана с крайне агрессивной политикой продвижения своих препаратов компанией-производителем. Нужно сказать, что это компания французская, сервье. Мне также очень хорошо известна данная компания в связи с тем, что когда-то выпустила на отечественный рынок препарат КАКСИЛ. Это антидепрессант, который затем убрали полностью с рынка. И вообще фирма сервье не желает ассоциироваться, вот, свое имя, не желает ассоциироваться с этим названием КАКСИЛ, поскольку он стал применяться лицами с наркотической зависимостью. То есть, этот препарат, в общем-то, каким-то образом влияет на опиоидные рецепторы. И вот его сняли абсолютно с производства, и сейчас он не выпускается, не распространяется в России совершенно, но и, по-моему, в других странах. Можно, можно, да, сказать, что я тоже помню, что тот же самый КАКСИЛ достаточно, ну, не то что агрессивно, да, но вполне себе активно навязывали врачам. Многие врачи в то время выписывали данные лекарственные средства, поэтому, да, я могу в какой-то степени с доктором-кардиологом согласиться, что компания на месте не стоит в плане своего маркетинга и продвижения. Продолжаю отзыв врача. Из минусов отмечает, что слишком высокая цена, при этом низкая гипотензивная, а правильно все-таки было бы назвать антигипертензивная активность. При этом все классические побочные эффекты ингибиторов АПФ на месте, кашель вызывают чуть ли не чаще, чем другие препараты из той же самой группы. И также отмечают из минусов, что нет доказательств пользы при хронической сердечной недостаточности. Ну и, по-моему, в инструкции, кстати говоря, хроническая сердечная недостаточность не заявлена в данном лекарственном средстве. Далее доктор пишет, что назначают крайне редко, его чаще заменяют более эффективные и более дешевые препараты из группы ингибиторов АПФ или сартаны. И, в общем-то, на это лекарство он не возлагает никаких собственных ожиданий. Вот такой небольшой получился обзор на данное лекарственное средство. Благодарю всех за внимание.